Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, спорхнёт птица, упадёт с дерева ком снега, у зайчика душа в пятке. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год, а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться. «Никого я не боюсь!» — крикнул он на весь лес. «Вот не боюсь нисколько, и всё тут!» Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи, все слушают, как хвастается заяц с длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают и своим собственным ушам не верят. Не было ещё, чтобы заяц не боялся никого. «Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься?» «И волка не боюсь, и лисицы, и медведя, никого не боюсь!» Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи. Улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. «Очень уж смешной заяц! Ах, какой смешной!» И всем вдруг сделалось весело. И начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга. Точно все с ума сошли. «Да что тут долго говорить!» — кричал расхрабрившийся окончательно заяц. «Ежели мне попадется волк, так я его сам съем!» «Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый!» Все видят, что и смешной, и глупый, и все смеются. Кричат зайцы про волка, а волк тут как тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам. Проголодался и только подумал, вот бы хорошо зайчиком закусить. Как слышат, что где-то совсем близко зайцы кричат и его серого волка поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк к разыгравшимся зайцам. Слышит, как они над ним смеются. А всех больше хвостун заяц, косые глаза, длинные уши, короткий хвост. «Эй, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» Подумал серый волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостун заяц забрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил. «Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас покажу вам одну штуку!» «Я, я, я!» Тут языку хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц хвостун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на широкий волчий лоб. Кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрякача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил. Ему все казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст. А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил, и волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку. Наконец, надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее. А ловко напугал волка наш заяц, решили все. Если бы не он, так не уйти бы нам живыми. Да где же он, наш бесстрашный заяц? Начали искать. Ходили, ходили. Нет нигде храброго зайца. Уж не съел его другой волк. Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха. Молодец, косой, закричали все зайцы в один голос. Ай да косой, ловко ты напугал старого волка. Спасибо, брат. А мы думали, что ты хвастаешь. Храбрый заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил. А вы как бы думали, эх, вы трусы. С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. Баю, баю, баю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...